Что бы вы сделали, если бы выиграли в лотерею и разбогатели? Заменили бы одну руку на бензопилу? Или сделали бы комнату, состоящую из маршмеллоу? Нет? Странно. Какими бы безумными ни были ваши идеи, скорее всего, какой-то богач уже совершил что-то столь же необычное. От поиска секретов бессмертия до вываливания навоза, оставленного сотней лошадей, на гигантскую ёлку. Вот одни из самых безумных выходок богатых людей. Высокие отношения Летать эконом-классом тяжело. Тесные сиденья и длительные перелёты разозлят кого угодно. Но большинство всё же не выходит из себя. Но когда чересчур богатых обслуживают даже в первом классе, они могут устроить истерику. В 2014 году вице-президент Корея Нейр Хизер Чо возвращалась в Южную Корею из Нью-Йорка. Как пассажирке первого класса, ей дали бесплатные орешки Макадамии перед взлётом. Приятный бонус, правда? Но чё так не считала? Эти орешки ей дали в оригинальной упаковке, а она ожидала, что ей их подадут на красивой тарелке. Какой ужас. Разозлившись, она приказала шеф-повару Пак Чан Джину молить о прощении на коленях. Впрочем, унижения ей оказалось мало, и она несколько раз ударила повара планшетом по костяшкам, а затем уволила его и выгнала из невзлетевшего самолёта. А вот это уже ужасно. Загвоздка в том, что орехи были поданы в соответствии с протоколом Корея Нейр. Просто Чо вела себя как Примадонна. Она пыталась вскрыть это, но про случай с ореховой агрессией узнали СМИ и Чо справедливо раскритиковали за поведение. Пак получил должность обратно, а ещё и 18 тысяч долларов, а Чо пять месяцев просидела в тюрьме за своё злоупотребление властью. Праздник по-Саудовски Все знают, что саудовская элита очень богата, и она любит это показывать. Когда саудовский принц Фахт Аль-Сауд получил степень в 13-м году, он отпраздновал это. Но вместо обычной вечеринки он решил потратить больше 16 миллионов долларов на бронь секций Диснейленда в Париже для себя и 60 друзей. Я даже не знал, что так можно. Но деньги решают всё. Специально для принца и его друзей организовали мероприятие с редкими диснеевскими героями. Не знаю, какие персонажи считаются редкими, но за 16 миллионов наверняка можно использовать плуток как подставку. Впрочем, Фахт разрешил обычным посетителям повидаться с героями, и это достойно похвалы. Но это всё, что нам известно об этом масштабном празднестве. Оказывается, персоналу парка было строго приказано не говорить о принце. Так что нам остаётся только гадать, какие секреты Диснея он узнал во время вечеринки. Может, для него даже разморозили Уолта, и они покатались вместе? Парк Юрского периода Представьте эксцентричного старика, одержимого идеей создания парка, населённого динозаврами. А теперь выкиньте образ Джона Хэммонда из парка Юрского периода. Я говорю про австралийского миллиардера Клайва Палмера. Это настоящий чудак, который потратил сотни миллионов долларов на незавершённый проект второго Титаника, а потом он создал доисторический тематический парк. Да-да. Клайв открыл парк, в котором поселились 160 аниматронных динозавров Палмезавр. У него явно раздуто эго, но, кажется, это было интересное место. К сожалению, нет. Это был совсем не впечатляющий диногород, а небольшой парк с дорогими билетами и плохо сделанный. Аниматронные куклы двигались медленно и постоянно не хватало сотрудников. Вскоре люди перестали приходить, и парк забросили. Но у Клайва был план. Он связался с учёными, которые провели первое успешное клонирование овцы Долли и начал обсуждать возможность возрождения динозавров. Я серьёзно? Как будто мы не видели фильмы, показывающие, почему это плохая идея. И он даже с аниматронными ящерами не справился. Разумеется, все эти планы на Палмезавра уже вымерли, но, говорят, Клайв планирует потратить 100 миллионов долларов на обновление парка. Простите, но, как и в случае с парком юрского периода, это явно кончится катастрофой. Знаете, что будет куда полезнее? Нажать на «Нравится» и подписаться. Так вы ни за что не пропустите мои новые крутые видео. Всё готово? Отлично! Тогда продолжаем. Эскапада Эскобара Если вы не жили в пещере, то наверняка слышали о Пабло Эскобаре. Но это тот известный, опасный и невероятно богатый колумбийский наркобарон. Он уже давно умер, но когда-то он сделал себе имя как самый богатый преступник за всю историю. Насколько богатым он был? Но когда он скрывался от закона в 90-е годы, то предложил погасить все 10 миллиардов долларов госдолга Колумбии в обмен на свою свободу. Настолько богатым он был. Он мог сжигать деньги, так сказать. Кстати, об этом. Эскобар взял с собой семью, когда пустился в бега, и это, наверное, были худшие семейные каникулы. Они постоянно переезжали с места на место, и порой условия были плачевными. Однажды ночью у дочери Эскобара началось переохлаждение. Что он сделал? Сжег банкноты на 2 миллиона долларов, чтобы всех согреть. Это просто возмутительно. Будь у меня столько денег, я бы крепко спал, независимо от того, в бегах я или нет. Инициатива Яцкова Единственное, что невозможно купить на деньги это время. Ведь никто не бессмертен. Но российский миллиардер и медиамагнат Дмитрий Яцков хочет это изменить. Нет, я не шучу. В 2011 году Яцков запустил некую инициативу 2045. Некоммерческую организацию, цель которой – сделать вечную жизнь возможной. Как? Загрузив человеческое сознание в тело робота, конечно. Это похоже на сюжет плохого фантастического фильма, но это правда. Планируется перенести разум человека в искусственный мозг, подключенный к андроиду или голографическому телу. Так мы не будем стареть, и теоретически сможем прожить столько, сколько позволит оболочка. Яцков уверен, что это станет возможно к 45-му году. Не знаю, мне кажется, что это маловероятно. Как вообще можно скачать и загрузить человеческое сознание? В научном сообществе уже давно ведутся споры о том, будет ли когда-нибудь возможно нечто подобное. Большинство ученых против этого, но эксцентричный миллиардер Илон Маск считает, что рано или поздно это произойдет. Верю ли я ему, а не большинству научного сообщества? Скорее нет. Но если вы смотрите это видео в 40-е годы из тела робота, значит, все-таки получилось. А вы бы хотели жить вечно в жестяном костюме? Поделитесь своим мнением в комментариях. Конь Каллигула На протяжении истории было много безумно богатых и просто безумных правителей. Однако лидировал среди них римский император Каллигула, правивший с 37-го по 43-й год нашей эры. Он был себе на уме. Для начала он изменил свое имя на бога Юпитера и даже одевался, как он, пытаясь завоевать уважение. Не помогло. Из-за своего эго он принял закон, запрещающий людям стоять над ним, только для того, чтобы они не видели его лысину. Вот это неуверенность в себе. А и он пытался завязать отношения с Луной. Да, той, которая в небе. Это тоже не получилось. Помимо безумия, Каллигула также был одержим богатством. Он купался в золотых монетах, и известно, что он растворял жемчужины в уксусе, а потом пил их, показывая, насколько он был богат. Несмотря на все безумие, он больше всего прославился тем, как обращался со своим скаковым конем Инцитатом. Каллигула его обожал. Инцитат жил в конюшне, больше похожей на дворец, со слугами, кормившими его овсом с кусочками золота. А когда избалованный конь должен был участвовать в забеге, жителям соседних домов приказывали соблюдать тишину весь день, чтобы он сосредоточился. Просто безумие. Более странно уже не могло быть, да? Согласно легенде, Каллигула дошел до того, что назначил своего любимого коня сенатором Рима, таким образом сделав его одним из главных деятелей государства. На самом деле, Каллигула не успел это осуществить, но он этого очень хотел. Хм, конь-политик. А ведь на самом деле он мог бы справиться лучше, чем некоторые депутаты. Ужасный ужин. Все слышали про тайные собрания богатых и влиятельных. Ходят слухи, что всякие иллюминаты и франкмасоны проводят секретные встречи, где решают, как управлять нашим обществом. Страшно. Но в 1972 году баронесса Мари Эллен де Ротшильд из известной французской банковской семьи устроила такую дикую и роскошную вечеринку, что масоны перед ней блекнут. Сюрреалистичный бал Ротшильдов был праздником экстравагантности. Как будто мифическая встреча иллюминатов в реальности. Бесконечный бюджет, множество знаменитых гостей и жуткие декорации и костюмы. В общем, тут было всё. И они, правда, были жуткими. Сатанинские образы и оккультные украшения заполнили шато, в котором проходил бал. А ужин подавали на страшном старом манекене. Если гостей это ещё не травмировало, сами столы были украшены разлагающимися куклами-младенцами, чучелами-черепах и мохнатыми тарелками. Я бы не смог наслаждаться ужином с таким декором. Что не так с Бургер Кингом? Интересно, это была ироничная отсылка к тайным обществам, которые якобы устраивают такие вечеринки? Или страшная реальность? Я не знаю. А как думаете вы? Напишите в комментариях. Самолёт Султана Я бы не летал на коммерческих самолётах, если бы мог. Это бывает просто ужасно, даже если на борту нет никаких психов. Полёты должны быть приятными. И султан Брунея Хассанал Балкиах со мной согласен, ведь его личный самолёт так роскошен, что в нём можно жить. Его не зря назвали парящим дворцом. В самолёте есть всё необходимое для Султана. Шикарная спальня с ванной комнатой, конференц-зал, столовая. Всё, что душе угодно. Но это всё звучит как-то практично. К счастью, Балкиаха заботит не только практичность. Поэтому все комнаты самолёта покрыты золотом вплоть до унитаза. Да, все ходят в туалет, но некоторые делают это со стилем. И сколько всё это стоит? Самолёт, Боинг и все безумные дополнения вроде золотого унитаза обошлись Брунею где-то в 520 миллионов долларов. Это очень много денег. Но это неудивительно. Ведь Султан однажды потратил более 24 тысяч на стрижку. Когда есть такой сияющий купол, как у меня, стрижка не нужна. Мне надоел этот парень. Я собираюсь купить себе новенький ВТФ-коптер. Лобстер для лидера Роскошный поезд руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына действительно впечатляет. Когда-то он принадлежал его отцу Ким Чен Иру, который боялся летать, поэтому везде ездил на мегапоезде. В его время в просторных вагонах была удобная мебель, спальня, ванная комната и множество телохранителей. А если Ким или его гости хотели есть, они могли заказать еду из огромного количества стран. Но у Кима было одно особенно любимое блюдо. Если вы думали, что сам поезд – это безумие, то послушайте. Старый северокорейский лидер так любил свежих лобстеров, что их привозили на вертолёте каждый день и неважно, где находился поезд. Ого! Можно только гадать, сколько денег и усилий потребовалось для такого нелепого заказа, но никакой сервис доставки с этим бы точно не сравнился. Поездом до сих пор пользуется его сын Ким Чен Ын. И он не просто шикарный. Вагоны-пули непробиваемые на случай, если кто-то нападёт на него. Там полно проводниц, а по бокам едут дополнительные поезда с охранниками. Так что это не просто роскошный поезд, а настоящая передвижная крепость. Похождение Николаса Кейджа Эх, Ник Кейдж. Он, наверное, самый безумный актёр нашего времени. И его безумие простираются гораздо дальше ролей в кино. Вся жизнь этого человека абсурдна. Его преследовал мим, будил голый парень, ходивший по спальне в его пиджаке и поедавший скимо. И у него есть ворон, который матерится. Это всё странно, но дальше ещё хуже. Эксцентричный актёр однажды отправился на поиски святого Грааля. Да, легендарного артефакта, который сотни лет не могут найти эксперты. Разумеется, у него не получилось. Сокровище нации – это просто фильмник. В реальности нельзя забирать бесценные артефакты из гробниц. Это явно огорчило его, поэтому он сделал так, чтобы в будущем была гробница, которую можно ограбить. Его собственная. Да, Кейдж приобрёл собственную пирамиду за 61 тысячу долларов, готовясь к трагичному дню своей кончины. Неизвестно, установил ли он там ловушки, но он определённо останется там призраком. Не зря же он в 2007 году потратил почти 3,5 миллиона долларов на особняк в Новом Орлеане, который считается одним из самых населённых призраками. Его построила в 19 веке преступница по имени Мадам Лалори, так что там точно происходили разные кошмары. И почему Кейдж его купил? Он хотел написать новый великий роман ужасов и решил, что это будет идеальным местом для работы. Только потратив столько денег, он передумал писать книгу, обанкротился и был вынужден продать особняк. Типичный Кейдж. Месть Бёрта Рейнольдса Бёрт Рейнольдс был популярным американским актёром и иконой 70-х с огромной фильмографией. Благодаря этому он разбогател на миллионы долларов. Но есть одна выходка, по которой он должен быть известен больше. Итак, в какой-то момент Бёрту надоела газета National Enquirer, которая, по его словам, годами писала о нём дерьмо. Поэтому он решил отомстить редакции и выбрал для этого очень коварный способ. У Рейнольдса было раньше вертолёт и как минимум сотня лошадей. И все эти лошади оставляли много навоза. Однажды в декабре 13-го года он попросил пилота вертолёта собрать как можно больше навоза в сеть и отвезти его в редакцию. Вы уже поняли, что он задумал? Пилот долетел до места назначения и завис над высокой рождественской ёлкой прямо рядом со зданием офиса. Редакция этой ёлкой очень гордилась. А потом он высвободил свой вонючий груз. С тошнотворным хлюпом дерево полностью покрылось навозом, а вертолёт спокойно улетел прочь. Удивительно, но никто не знал, кто совершил такую атаку. Только в 15-м году Бёрд сам признался и рассказал, что после этого он почувствовал себя лучше. Неизвестно, обвинили ли его за возвращение дерьма газете, но вряд ли его это сильно волновало. Закат звезды В начале 2000-х годов было время, когда Уэсли Снайпс был одним из самых востребованных актёров. Он способствовал популярности супергеройского кино, сыграв в фильмах про Блэйда, но слава и богатство сильно ударили ему в голову. Во время съёмок «Блэйд Троид» со 2004 года он вёл себя как ужасная звезда. Он приходил на площадку только для своих крупных планов, а в основном просто курил в трейлере. Из-за такого поведения он не очень поладил с режиссёром Дэвидом Гойером, отказывался разговаривать с ним и только писал записки, а также требовал, чтобы его называли Блэйд. Это уже как-то по-детски. В одной сцене Снайпс отказался открыть глаза, когда Гойер его попросил, и художникам по спецэффектам пришлось менять их на компьютере. Это просто глупо. Но Снайпс вёл себя не только глупо, но и опасно. Рассказывали, что он пытался задушить Гойера. В общем, неудивительно, что Снайпс практически исчез с экранов после того, как стало известно о его выходках. Оказывается, никто не хочет работать с актёром, который даже не может открыть глаза. Обеспеченный отшельник Говард Хьюз был американским бизнесменом, продюсером и филантропом, родившимся в 1905 году. Сейчас он имел бы 11 миллиардов долларов, так что он был одним из богатейших людей эпохи. Когда-то он был плейбоем, которого хотели женщины, а мужчины хотели быть им. Но деньги не купят рассудок, и с возрастом Хьюз терял его всё больше и больше. Он был апохондриком, а постепенно стал гермофобом. Дошло до того, что он начал носить коробки салфеток Клинокс на ногах для защиты. С ухудшением состояния Хьюз становился всё более замкнутым и предпочитал проводить целые дни в одиночестве. Помимо этого, у него развилось обсессивно-компульсивное расстройство. Вместо разнообразного рациона он ел на ужин одно и то же – стейк средней прожарки с салатом и горохом. И горошек должен был быть маленьким, а крупные горошины он не ел. Однажды Хьюз заперся в киностудии и провёл там 4 месяца. Сидя в темноте, один и полностью голый, он смотрел фильмы на повторе. Он соглашался есть только шоколад и курицу, пил только молоко и окружил себя множеством коробок Клинокс, которые он то и дело переставлял для развлечения. Рассказывали, что он даже не выходил в туалет и облегчался в бутылке. Фу. А что он делал, когда ему надо было сходить по-большому? Когда этот странный отпуск закончился, Хьюз был лишь тенью прежнего себя. И всё по его же вине. Это, конечно, грустно. Он сам подытожил это в печально известной фразе «Я не параноидальный и сумасшедший миллионер». Чёрт возьми, я миллиардер. Лучше и не скажешь. Банкротство Бейсингер Некоторые звёзды покупают самолёты, другие компании, для которых не подходят. А третьи тратят деньги на сомнительный проект. Как поле битвы. Но Ким Бейсингер, актриса 80-х, подумала, что это слишком предсказуемо и купила целый город. Да-да, в 89-м году Бейсингер приобрела городок Брейсилтон в Джорджии за 20 миллионов долларов или 49 миллионов сейчас. Точнее, она купила большую часть земли города. Это может показаться глупой тратой денег. Но у Ким были большие планы. Она собиралась превратить Брейсилтон в туристическое место с несколькими кино- и музыкальными студиями и даже своим кинофестивалем. Так как вы не слышали про такой город в Джорджии, вы, наверное, уже догадались, что всё пошло не совсем по плану Бейсингер. В 93-м году она отказалась в роли в фильме, на который у неё был контракт, и заплатила почти 4 миллиона долларов студии Mainline, что привело её к банкротству. Из-за этого она продала город, но получила всего миллион долларов. Нынешние жители наверняка ничего не помнят об этом амбициозном предприятии, а потому остальной мир даже понятия не имеет о Брейсилтоне. Пышный праздник На мой последний день рождения я играл с дядей в разные игры два часа. На 43-й день рождения боксёра Флойда Мэйвейзера в 2020 году были экзотические танцовщицы в мини-самолётах и костюмы дороже моего дома. Когда у богачей день рождения, простые игры их, конечно, не устраивают. Заработав невероятные 275 миллионов долларов на предыдущем бою, Мэйвейзер устроил грандиозную вечеринку и пригласил на неё кучу знаменитостей. Боксёр забронировал целый голливудский ночной клуб и даже высыпал банкноты на гостей. Вот только деньги были фальшивыми с лицом Мэйвейзера на них. Видимо, чтобы никто из приглашённых не забыл, чья это была вечеринка. Учитывая экстравагантность праздника и огромное эгг боксёра, я бы не удивился, если бы Мэйвейзер сам выстрелил этими банкнотами из пушки. Может, мама разрешит мне отпраздновать в Макдональдсе? Женщина-кошка «Я дам вам всем бесплатный совет. Не делайте пластические операции. Вы и так красивы. К тому же вы рискуете выглядеть, как Джослин Вильденштейн. А нет, подождите. Это её фотография до. А вот как она выглядит теперь. Я оставлю, чтобы вы насладились». Вильденштейн – швейцарская светская львица, вышедшая за миллиардера в 78-м году, которая стала одержима улучшением внешности. После шумного развода в 99-м году она получила 2,5 миллиарда долларов и ещё дополнительные 100 миллионов каждый год при одном условии. Ей нельзя тратить все эти деньги на операции на лице. Не знаю, использовала ли она эти деньги или взяла что-то из наследства, но она не прекратила делать операции. Более того, в 17-м году она сказала, что может продолжить их даже в 90 лет и подсчитала, что потратила на них 6,5 миллионов. Можно понять, почему люди дали ей прозвище «женщина-кошка». Из-за обилия операций её внешность стала напоминать кошачью. Но лично мне кажется, она выглядит скорее не как кошка, а как катастрофы. Собачий особняк. Где спит ваша собака? В изножье кровати? В углу на кухне? На улице в милой маленькой будке? Всё это нормальные места. Но светская львица Нью-Йорка Пэрис Хилтон никогда бы не согласилась на такие убогие условия для питомца. В 2009 году она потратила 325 тысяч долларов на миниатюрный двухэтажный особняк для собак. Это уже безумно. Но учтите, что в 2009 году средняя стоимость дома в США была 185 тысяч долларов. Так что домик для любимцев Хилтон был почти в два раза дороже обычного дома. Площадь особняка 28 квадратных метров, он с кондиционером и даже с дорогой мебелью от Филиппа Старка. Это круто. У этих собак жильё шикарнее, чем у меня. И я уверен, что им не приходится за него платить. Они наверняка ещё и едят намного лучше меня. Айсберг-путешественник. Объединённые Арабские Эмираты страдают от засухи. Это жаркое место, и достать воду становится всё труднее. Некоторые придумывают креативные решения. Бизнесмен из Эмиратов по имени Абдулла Аль-Шехи заявил в 2017 году, что у него есть план. Он привезёт целый айсберг, добытый прямиком из Антарктики в Персидский залив. Справедливости ради логика в этом плане есть. В среднем айсберге содержится более 75 миллиардов литров воды. Это определённо решит проблему дефицита. И теоретически несколько кораблей могут привязать айсберг и перетащить его по океану. Сработает ли такая задумка, это другой вопрос. Для начала путешествие на 9000 километров заняло бы минимум год, и где-то 30% массы глыбы растаяло бы по пути. А то, что удастся довезти, нужно будет поддерживать должным образом для сбора пресной воды. Для этого потребуется высокотехнологичная система охлаждения, не говоря уже об огромных затратах на транспортировку. С момента заявления не было никаких новостей о проекте. Так что придётся ждать и посмотреть, получится ли что-нибудь. И на этом всё. Хватит с нас рассказов о богачах. Какая история показалась вам самой безумной? И знаете ли вы про других людей, которые тратили богатство на что-то глупое? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр.